Саламу алейкум, зрители телеканала Дикий! Сегодня я собираюсь на рыбалку на одной из самых прекрасных озер нашей республики, это озеро Куймазар. Но перед поездкой хотелось бы посетить и показать вам одну из достопримечательностей нашего города, это мавзолей Саммонидов. Мавзолей считается одним из старейших мусульманских памятников в мире. О Бухаре можно говорить бесконечно. Старинные сооружения, шедевры, а также памятники святыни этого города завораживают своей древней историей, таинственностью и красотой. Всыпальница правителей восточной династии не стала исключением. Вот уже на протяжении десяти веков мавзолей Исмаила Саммони хранит молчание со времен благородной династии саммонидов. Этот шедевр, возведенный на древней земле красавицы Бухары, стал еще одним украшением прекрасного лика жемчужины Востока. На протяжении сего дня, в зависимости от направления солнечного света, рисунок на стенах мавзолея меняет свой орнамент. Необыкновенные узоры на стенах, улавливая свет, создают впечатление игры света и тени, что вызывает магический эффект. Мавзолей хорошо сохранился до наших дней и остается одной из главных достопримечательностей Бухары. Налюбовавшись всей красотой архитектурного шедевра Исмаила Саммони, мы с моим другом Зафаром держим путь на прекрасное озеро Куймазар, который очаровывает своей красотой. Настоящим украшением природы Узбекистана является пустыня. Большие и малые озера и водоемы. Одно из них это озеро Куймазар. Этот водоем считается удивительным, ведь он окружен песками в пустыне Кызылкум. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Озеро Куймазар, это редкая жемчижина среди озер Узбекистана. Оно находится в 40 километрах от города Бухары. Средняя продолжительность поездки составляет около часа. Общая площадь озера составляет 160 квадратных километров. Максимальная глубина озера составляет 25 метров, а его длина почти 6 километров. Находясь на этом озере, испытываешь неемный восторг. Вокруг песчаной барханной пустыни, а посреди нее этот прекрасный оазис. Подъезжая к озеру, сразу можно увидеть, что оно находится в низине. На этом озере водится сазан, толстолоб, амур. Из хищников сом, судак, жерех и другие виды рыб. Береговая линия бесформенная и в основном песчаная. Но есть места, представленные заросами камаша. Салам алейкум, дорогие телезрители. Меня зовут Зафар Шарипов. В данный момент мы находимся на прекрасном озере Куймазар. Но мы сегодня попытаемся найти свое рыбацкое счастье именно на этом озере. Ну какой бег озера? Зафар, озеро замечательное, шикарное. Такой вид, эти вот стопки, горы, острова. Необычно смотрите это все. Ну, страна у нас красивая, пейзажи тоже необычные. Многие в этих местах практически не бывают. Это вот по старой памяти я сюда привез тебя. Ну и, надеюсь, тебе понравилось. А какую рыбу мы сегодня будем ловить Зафар? Ну, водится здесь много видов рыб. В основном сазан, амор. Это островы здесь более такие уже приспособлены к этой акватории. У них здесь кормовая база. Вот. Ну, надеемся испытать свое рыбацкое счастье здесь. Так, значит, рыбачить именно на этом месте или приедем? Нет, наверное, скорее всего, мы объедем его. Там в низине, на мелководье сейчас сазан водится. Насчет амура я не уверен, но попробуем поймать сазана. Там и камыш есть. В камышах водится даже такая живность, как нутрия. Говорят, даже есть барсух. Ну, если попытаться, вот, может, и поймаем его. Попробуем. Да, зафиксировать и порадовать наших телезрителей. Зафар, я знаю, что ты являешься председателем рыболовного общества Джайхон. Какова цель вашего общества? Ну, основная цель, в основном, это развитие любительской рыбалки. То есть, осуществление турниров, всякого рода соревнований, состязаний, которые мы проводили. Да и ты сам участвовал в этом неоднократно. Да. Вот, оно проводилось на озере Тудакуль. Вот, даже были гости из-за рубежа. Вот, года два тому назад вы сами были, даже из Мексики были, из Чехии были рыболовы. Из Белоруссии, из братского нашего народа тоже были рыбаки. И, впрочем, было замечательно, провели время, познакомились с многими рыболовами тогда, вот, обменялись опытами тогда. Ну, рыбалка, она объединяет многих людей. Тогда давайте не будем тратить время, соберемся и переедем, наверное, на тот берег, я имею в виду на мелководье, да? Да. И переехав на другой берег озера, который покрыт растительностью, мы нашли подходящее место для рыбалки. Ну вот, Ульбек, мы находимся на том месте, о котором я говорил. Вот, камышей здесь много, глубина приличная, в некоторых местах достигает более 4 метров. Отлично. В принципе, для обитания сазана и амура все есть, и камыш, и глубина, считай. Да, амур здесь водится, и он, скажем так, трофейная рыба. Здесь очень больших экземпляров, по-моему, водится. Но на удочку я не уверен, а вот насчет сазана у меня есть вера. Надежда есть, то, что сазана вытащим. Ну, как говорят рыбаки, садись же, если попадется, будем рады. Ну, да. И еще, да. И еще, дело в том, что сейчас у нас стоят теплые дни, скажем так, бабе и лето. Вот, и рыба вот гуляет и набирает себе жир, то есть жор у нее сейчас. Со мной поклевка, рыба идет ночью, или как в других озерах у нас, или же днем есть поклевки? Ну, здесь, в принципе, ночью я ловил мало, но днем, да, днем нормально. Говорят, если на водоеме нет рыбаков, то у нас есть законное рыбацкое право первым выбрать самое удобное место. Что мы и сделали. Выбрали место с обилием камыша и приступили расставлять свои удилища. Сафара, нам камыши мешать не будут? Да нет, здесь, в принципе, есть проемы. Так что, я думаю, мешать не будет, даже когда вываживать. Давайте я подержу. Так, катушку мне. Пока по одну удилищу забросим. Если поклевчик выдастся, то потом еще вытащим. Сафар, я вижу у тебя тут необычная насадка для созданного амура. Ну, я сам, если честно говоря, недавно об этом узнал. Это, на самом деле, необычное. Первый раз тоже, когда увидел, удивился. Вот. У нас в Узбекистане, вы знаете, производят шелк. Да, да. То есть, это гусеница шелкопрята, да. А на него идет? На него обменный идет. Рыба. Но, опять же, я говорю, что нельзя ее применять на всех подаемах наших, допустим, территориях. Ну, здесь она идет. Потому что местные ребята пробовали. Вот. Они, на самом деле, вот на нее ловили. И вот. Ну, и сильный запах у него ксенов. Ну, очень такой. Даже вот с расстояния чувствую запах. То есть, у него такой резкий запах своеобразный. Да, резкая. Рыба на нее клюет. Хотя на червя тоже здесь клюет, но на червя немножко время нужно тратить. А вот на него хорошо идет. Начнемся выбрасывать. Я думаю, что заняли. А муфчик подойдет к такой ножичке. Прям под камыши забросил. Да. Заброс. Вроде. Куда я хотел, куда планировал. Все. Будем ждать. Небо красивое, да, Казахстан? Благо, Заброс. Вообще, у нас природа, конечно, поразительно красивая. Заброс. Расскажи немного о нерестном запрете в Узбекистане. Когда она начинается, когда заканчивается и разрешается ли лебедицкая рыбалка в этот период? Вообще, каждый год у нас нерест устанавливается Государственным комитетом по охране природы. Ну, живой природы. Обычно нерест устанавливается в период с 10 марта по 31 май. На реках Амударья и Сардарья нерест немного продлевается, но он и позже начинается. Он продлевается почти до 10 июня. А вот в Хорезовской, Каракалпасской области, ну, мы, наверное, тоже входим, потому что мы соседи. Нерест начинается с 16 апреля по 31 мая. Разрешается любительская рыбалка? Да, разрешается. А сколько кучков? 5 кучков. 5 кучков? 5 кучков, да. А по весу сколько рыб? Ну, по весу, я уже не помню, там не написано по весу. И, по-моему, есть до 5 килограмм или до 10 килограмм? По весу я не считал. Я знаю, какие, значит, при этом требования выставляются, это я знаю. Ну, во-первых, все снасти, вот такие артели рыболовные, частные предприниматели, которые занимаются промыслом, они должны сдавать все свои, допустим, снасти, которым они промышляют, ну, сети, там, другие средства, плав, допустим, средства, лодки, они, сети должны сдаваться в специальное хранилище, вот, это хранилище в госкому природу, комитет по охране природы. Лодки должны быть на берегу, они должны быть, значит, опечатаны, то есть в перевернутом виде, и там должна печать стоять. Ну, много чего должно быть. Ну, а, как всегда, я думаю, это бич наша, это всегда их браконьеры, вот. И каждый год, да, идется борьба, ну, я думаю, это всегда будет. Это уже радует во время нереста, что нужно... Ну, да, стараются что-то новое. Ну, еще любительская рыбалка, это уже радует. Ну, многие, допустим, говорят об этом, но все равно стараются не ловить наши ребята, потому что и во время нереста, и клев, соответственно, ну, соответственно, и рыба не это. Вот я, допустим, во время нереста абсолютно не выхожу, ни на поплавочную ловлю, ни тем более на подводную охоту, абсолютно я не вхожу. Ну, поймал отпусей, никто не отменял. Ну, не отменял, да, но все равно есть какие-то принципы, я думаю, у каждого рыбака, наверное, должно быть все равно. А мы сейчас даем пример, берем, отпускаем рыбу. Ну, нет, вот это саму культуру, это надо развивать, надо и доводить до людей, особенно для молодого поколения. Иначе, иначе мы практически потеряем все. Что может быть прекрасней заката на природе? И на последних лучах уходящего солнца у нас произошла первая поклевка, которая не заставила себя долго ждать. И она рассказала нам о том, какая сегодня рыба будет у нас в улове. У меня тоже, по-моему, поклевка, Зафар. Давай, сейчас помогу тебе, подсагу возьму. Где там наша рыбка? Ну, я не думаю, что он крупный, но... Вот, вот, идет, идет. Не поднимай, давай я под таком возьми его. Смотри, как куролесик, а? Смотри, смотри, смотри. Все, я взял. Рыбота. Вот первая наша рыба. Ну, небольшой сазанчик, но все равно радует. Возьми. Кстати. Где-то на 800? Ну, да. Чуть больше, кажется. Ну, 900. Ну, кило давай, хайя еще. Здесь 100 граммов от себя добавил. Обычно рыбаки добавляют от себя еще. Есть, есть, есть поклевка. Есть. Зафарми тебе уже вторая поклевка. 100? О, хорошая, кстати. А он вроде крупнее. Вроде уже крупнее. О, крупнее намного. За верхнюю губу взял. О, еще один очередной сазан. Более уже крупнее. Вот. Ну, как всегда, здесь в основном клюют сазаны. Вот. На что мы и рассчитывали. Ну, будем отпускать. Рыба поживет. Вот. Набирает вес. И приносит нам еще большие-большие много-много удовольствия. Давай, родной. Плыви свою стихию. Отпускаем тебя. Запор, я постараюсь сейчас подальше чуть-чуть забросить. У тебя уже две хорошие поклевки. А у меня еще ни одной нет. Поклевки были, кстати. Да, но вы прозевали. Да, я прозевал. И то, как прозевал, я тебе помогал вытаскивать рыбу. Если было возле удилища, я его вытащил. Что-то немного... О, поклевка. Не, рано взял, рано. Что-то поторопился я, слышишь, забыл. Что-то вы сегодня спешите. Что-то поторопился я. Ну, хорошо дернуло, да? Да. Что-то поторопился я. Сейчас у меня дернят. И что, сейчас освежу и обратно заброшу. Хорошая поклевка была, да, Зафар? Да. И много поторопился. Кстати, та щелковица-то работает. Ну, никак и требовалось доказать. Вот она именно работает на этом водоеме. Чем это объяснить, я не знаю даже. Ну, и тем не менее, это не говорит о том, что не нужно пробовать на других водоеме. Вот у меня уже поклевка. Так, еще, 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 еще. О, классно. Хорошая поклевка, Лафар. Еще целя. Лафар у меня идет отлично. Так. Подсак. Теперь подожди. Я уже две свои поклевки за твои рыбы смог реализовать. Вот, сазанчик. Средненький. Вот. Красота. Что за фар? Нормальный? Да, нормальный. Где-то на двоечку, да, кажется, или меньше? Да, где-то так. Давай сюда его. Подведу, да, вот, подведу, подведу, подведу. Вот. Все. И вновь сазан. Вот. Крупный. Ну, наверное, сегодня такие будут попадаться. Ну, хотя, надежда не тает у нас на трофейного сазана. Будем отпускать и этого тоже. Вот. Все, ушел. В родной стеке. Бегу, бегу. Опять опоздал. Опять опоздал. Я поменял, Сафар, крючок. Ага. Чуть поменьше поставил. Я, клюнет. Смотрите. Вот, вроде что-то сидит, но мне кажется, мелочи. Да нет. Во, во. Наконец. Вы есть, есть. Есть. На фарсе выкала крючку, пожалуйста. Давайте. Так, все. Спасибо. Не, есть. Ну, что-то некрупное, кажется. А, не, я сопротивляю тебя. Смотри, как. Так, все, вроде хорошая. Вот она. Да небольшая, в принципе, смотри, что он, что творит, смотри. Ага. Смотри, какой зазонечка, смотри, какой бойкий. Я опущу. Иди сюда, иди сюда. Смотри, смотри, что творит. Сафар, дай подсадку. Да, да, сейчас подсадь. Минуту. Фу. Так, смотри. Одна уплывает, а другая сюда приплывает, Сафар. Все, устал. Остой, о чем я говорил. Так, давайте. Так, все, устал он уже. Ну, это покрупнее, Сафар, смотри. Это покрупнее. Все, давай, Абитич. Вот, дорогие друзья, вот такой зазончик попался. Небольшой. Настолько эмоций я получил, настолько радости. Грязно вложил. Такой бойкий сазанчик. Что, отпустим тебя, дорогой? Иди расти. Смотри, как красиво упал. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Далеко не надо бросать. Да, я бы стараюсь, метров сорок. Если видеть сейчас. У меня уже было пару раз такое. О! Нет, ну да. У меня уже это-то. Мы один раз димы поехали на рыбалку. Ага. У Арнасай. И был сильный ветер, гром, дождь. И мы зашли в палатку и уснули. Это в какое время было? Это в прошлом году. А, какое время? Летом. Летом? Да. Утром просыпаемся, две удилища нету. Мы на таких стойках были, стойки валяются, удилища нету. Искали, и в воду заходили. Что-то они делали. Ну, рыба утащила. А насадка на рыбцах, да, вот поклевка. Насадка у нас был живет. Мне кажется, и людьми голов, или судак, ну, не знаю, что там. Что-то было крупное, видимо. Фактически, да, у дилища не было у нас. Да, были такие случаи и в моей практике. Но, правда, это было в детстве. Рыбы тогда было больше. Вода была, как говорят, мокрее и небо синевее. Ну, мы дети были, ловили на поплавок. Таких удилищ не было сейчас, как в наше время. Вот сейчас карбоновые, там, другие виды. Вот, 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 вот. Поклевка? Да, да, сейчас посидите, сейчас дернет он. Мне кажется, небольшая рыба. Вот, сейчас смотрите. Такое нежное поклевка. Так, так, так. Вот, есть. Все, у нас пора брать. Так, я встану. Зафар, колокольчик возьмите. Смотри, как дергает. Мне кажется, не маленький. Так, рыба не ушла? Нет, вроде есть. Он где камыши уже? Запутался, Зафар. Надо его сюда. Сейчас я его вытащу. Да, подводил. Тебе туда подведу. Смотри, смотри, что творит. Смотри, смотри, какой бойкий. Смотри. Иди сюда, иди сюда. Вот, вот, а. Сюда, сюда его, сюда. Смотри, что творит. Смотри. Так, так, так. Все? Все? Есть! Да. Взяли. Отлично. Сейчас я его вытащу. Что интересно, сазан берет только вот за губу, да? Да, да. В редких случаях глотает. Ну, как рыбалка? Рыбалка отлично, Зафар. Я получил массу удовольствия. Поклевки за поклевками. Нас порадовали небольшие сазанчики. Ну, кило-кило двести, полтора килограмма. Двоих вы упустили? Два крупных я упустил. Да, не смог реализовать поклевку. Он намотался, запутался об камыш. Ждал, ждал. Ребят, не смог я его реализовать. Вода холодная? Вода холодная. Никто в воду не стал заходить. Да, и чуть-чуть, вообще погода, что-то прохватненько стало. Да, ну, ничего. Свои здоровья, да. Да, получили массу удовольствия. Ну, я думаю, что мы вернемся еще не раз на этот водоем, Зафар. Ну, я тоже на это надеюсь. Подобьем свои дела, и вновь мы окажемся на берегу этой акватории. Ну, на этом попрощаемся с нашими зрителями. Всем мирного неба. До новых встреч на телеканале Дикий. Субтитры подогнал Игорь Негода.